У самой известной женщины страны Аллы Пугачёвой свой рецепт. Главное, чтоб душа пела. От чего угодно, универсальных слов в этой песне нет. И ей можно верить. Ведь со свою визитную карточку, песню Орликина, она спела на Золотом Орфее ровно 40 лет назад. И кажется, мало изменилось с тех пор. И точно никому с тех пор не уступило звание главной и первой леди эстрады. Мой коллега Алексей Изотов вспоминал, как это было, и решил написать очень личную поздравительную открытку от всех, кто любит Примадонну. Уважаемая Алла Борисовна, нет, пусть будет лучше дорогая Алла Борисовна, все-таки это личная. Сколько я себя помню, вы всегда были главной певицей нашей страны. И кажется, только за эти годы я видел несколько совершенно разных Пугачёвых. И одухотворенно-трогательную, из новогоднего голубого огонька, и отвязно-роковую, особенно врезалась в память связка телефонных трубок, и безумно смешную в этом домашнем халате и бевуди, и даже какую-то особенно растерянную и ранимую. И, конечно, много раз пересмотренный концерт ваших избранных песен. За это можно все отдать! Увы, я не застал, как говорят, раннюю Пугачёву. Ту, которая ворвалась в жизнь целой страны, словно метеор, с тонкими и чувственными романцами из иронии судьбы, с проникновенным альбомом «Зеркало души» и фильмом «Женщина, которая поёт». Но, признаюсь, самое обидное – не быть современником исторического момента, начала вашего триумфа. Ведь он случился ровно 40 лет назад, именно в этот день, 7 июня 75-го. Представляю, как вы волновались. Ещё юная, почти неизвестная солистка мозг-концерта поёт на международном конкурсе среди 20 участников от имени огромной страны. Но какой же надо иметь характер, чтобы хладнокровно смотреть, как сильные и знаменитые на тот, конечно, момент. Конкуренты вас обходят, ведь поначалу вы им даже серьёзно проигрывали. Орликино, Орликино, искать на наградах смерть. Не знаю, помните ли вы, как волнуясь перепутали слова, и вместо Орликин, я видно, неплохой, спели... Орликин, я, видимо, плохой. И вообще, после тысяч оваций и ликующих стадионов, забыли, наверное, тот воющий от восторга зал на солнечном берегу и ту мольбу зрителей спеть, казалось бы, старую болгарскую песенку про несчастного Орликино еще раз. Алла Борисовна, а были ли вы за эти 40 лет хотя бы раз столь же счастливы, как тогда, получая золотой орфей? Хотя, извините, наверное, это слишком личное. Ведь вы давно отдали всем нам столько душевного откровения, столько тепла, красок жизни и веры в себя, столько внутренней свободы, так много соломинок, что кажется, откуда все это в одной хрупкой женщине? Помните, наверное, как с нескрываемым любопытством поначалу на вас смотрели мэтры советского искусства? От теленачальства, говорят, недолюбливало, отложив показ концерта победителей золотого орфея на целый месяц и нещадно вырезая из той же песни года. Они не понимали, что потом мы будем смотреть все эти передачи, огоньки, покупать билеты на сборные концерты только ради ваших песен, как долгожданной награды за терпение. Наверняка вы и стали бы мировой звездой, но времена, увы, не выбирают. А может быть и к счастью, стали бы вы тогда петь Высоцкого, Мандельштама и Пастернака. Был бы также тревожен этот путь. Кстати, поверьте, после Орликина, миллиона алых роз, паромщика и любви, похожей на сон, нам было абсолютно все равно, какое там место вы заняли на Евровиденье. Ведь ваша песня осталась, а другие-то давно забыли. Как осталось, приклеилось это слово, Примадонна. Не знаю, нравится ли оно вам, нам нравится. Открывая рот от изумления, каждый раз мы смотрим ваши рождественские встречи и фабрику звезд, слушаем ваши пластинки, покупаем журналы с вашими фотоинтервью, где одна надпись Алла Пугачева гарантирует, что тираж раскупят. Ведь даже позволив себе уйти со сцены, вы не перестали быть тем парфюмером, которому словно под воздействием чего-то магического внимают миллионы людей. Алла Борисовна, искренне спасибо вам за то, что до сих пор превращаете нашу жизнь в песню, за то, что наполняете паруса и часто просто вот даже своим личным примером людям, потерявшим надежду, возвращаете ее обратно. Вы заслужили то счастье и то спокойствие, которое у вас сегодня есть. Но лишь одна просьба, позвольте нам надеяться, что мы еще увидим вас на сцене. И да, отдельное спасибо той девушке с горящими глазами, которая 40 лет назад именно в этот день не скисла и не сдалась. С уважением, нет, пусть будет лучше с любовью. Все-таки это глубоко личное. Алексей Дотов, Павел Болконский и Анастасия Берестенко. Воскресное время. Первый канал.